Дело в Панаме. США идут навстречу Кубе спиной к Венесуэле. Кремль делает выводы. Изоляция Гаваны провалилась. Провалится и изоляция Москвы. Приятного аппетита, дорогой! Скандальные заявления саудитского муфтия. Мужьям можно питаться женами. Женам не следует сопротивляться. Армагеддона не будет. Чудо свершилось. В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Полвека спустя лидеры США и Кубы пожали друг другу руки. Произошло это в Панаме. Там проходит саммит Америк. Вашингтонно-гаванские отношения оказались под прицелом телекамер и пристальным вниманием аналитиков. А ведь в крупнейшем форуме континента принимают участие главы 35 государств западного полушария. И не все дискуссии проходят в атмосфере дружбы и сотрудничества. Нина Шамуги с детальным обзором саммита. Жест, перечеркнувший десятилетия вражды Барак Обама и Рауль Кастро перед началом саммита Америк, нареченного историческим, обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Никто бы и не удивился вполне обыденному поведению официальных лиц, если бы не одно «но». Поступок этот лидеров США и Кубы первый за последние 54 года с момента разрыва дипломатических отношений между странами. Не отметить начало новой вехи в истории Вашингтона и Гаваны не смог даже всегда сдержанный глава ООН. Америки преодолевают длительные разногласия, творя историю, чему мы становимся свидетелями в этом зале. Впервые все 35 стран-членов Организации американских государств участвуют в саммите. И я хотел бы еще раз похвалить президента США Барака Обаму и президента Кубы Рауля Кастро за инициирование налаживания двусторонних отношений. Аплодисменты не смолкали и во время выступления главы Белого дома. Барак Обама явно чувствовал себя на коне и с присущей ему непосредственностью и легкостью говорил о внешней политике США, которая полвека подавляла стремление стран Южного континента вырваться из-под влияния Вашингтона. Нобелевский лауреат мира поспешил озвучить новую региональную доктрину. Соединенные Штаты открывают новую главу в отношениях с Кубой. Мы надеемся, что это позитивно повлияет на жизнь простых кубинцев. Дни, когда наш план действий в Латинской Америке часто предполагал, что США могли безнаказанно вмешиваться во внутренние дела других государств, остались в прошлом. Мы уважаем различия между нашими странами, отметил президент супердержавы и призвал руководителей государств Латинской Америки применять демократические принципы и не притеснять инакомыслящих. Высокопарный слог хозяина Белого дома еще по прибытии в Панаму обесценил боливарианский лидер. Николас Мадуро потребовал, чтобы Вашингтон извинился и выплатил компенсации жертвам американского вторжения в Панаму в 1989 году. США должны попросить прощения и выплатить компенсации жертвам так называемого военного вторжения, которое на самом деле было истреблением. Спустя 25 лет раны панамского народа еще не зажили. Я лично приложу усилия, чтобы справедливость восторжествовала. Наблюдатели отмечают, главным оппонентом США в Латинской Америке становится Венесуэла. Итоги предстоящей встречи Обамы с Мадуро – главная интрига мероприятия, которая обсуждается не меньше, чем потепление отношений с Кубой. Мадуро – бывший водитель автобуса, а затем правая рука покойного Уга Чавеса, известен левыми уравнительными настроениями и склонностью винить внешние силы как в экономических проблемах Венесуэлы, так и в существовании оппозиции. Боливарианский лидер собрал 10 миллионов подписей против политики Обамы и привез их в Панаму. Мало кто сомневается, что преемник эпатажного команданта использует трибуну форума для острой критики США. Прогнозировать, что произойдет на седьмом саммите Америк, сложно. К Вашингтону у лидеров стран западного полушария больше претензий, чем предложений. Помимо политических разногласий, есть и экономическая составляющая. Проект Белого дома о создании общеамериканской зоны свободной торговли «Алка» лидеры отклонили еще в 2005 году. С тех пор за время президентства Обамы ни одна из этих встреч в Верхах не закончилась итоговым соглашением. Между тем, Китай стал вторым по величине торговым партнером Латинской Америки. Россия под санкциями тоже начала переориентацию на этот же регион. Президент Обама, казалось бы, должен чувствовать себя героем, поскольку совершил дипломатический прорыв с Гаваной. Но дружелюбное общение с кубинским лидером может так и остаться единственным достижением Вашингтона на саммите. Нина Шамуге, RTVI. И вот как отреагировал на происходящее в Панаме председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Алексей Пушков. На своей странице в Твиттере российский политик написал, цитата, «Обама о Кубе, я думаю, вовлечение лучшей изоляцией». Так Обама признал, что изоляция Кубы провалилась, изоляция России тем более провалится. Продолжаем выпуск. Российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета-разведчика. Инцидент произошел в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем 7 апреля. Но сообщили о нем только сегодня. В США возмущены и уже направили российским коллегам ноту протеста. Утром 7 апреля самолет RC-135U совершал рутинный полет в международном воздушном пространстве. Был перехвачен российским Су-27 в опасной и непрофессиональной манере. Это уже не первый скандал с участием российских военных самолетов. За последнее время в январе российский посол был вызван в британский МИД для разъяснений по поводу полета российских истребителей над Ла-Маншем. «Исламское государство угрожает США терактами. Мы повторим 11 сентября и пошлем машины, наполненные взрывчаткой и бомбистов-самоубийц», говорится в одном из сообщений джихадистов. Это уже целая информационная кампания, объединенная общим хэштегом «Мы снова сожжем Америку». 15 тысяч сообщений содержат отсылки к теракту 911 и одиночным терактам в странах Запада, а также обещания совершить новые. И к другим темам. Ситуация в Йемене по-прежнему напряженная. Самолеты коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией, продолжают ежедневно бомбить объекты шиитских радикалов-хуситов. В стране гуманитарная катастрофа. ООН выражает обеспокоенность. Первая гуманитарная помощь в Йемен доставлена. Проблема в том, что хуситы, как и Хамас в секторе газа, используют йеменцев в качестве живого щита. Радикалы укрепляются в жилых районах. Именно поэтому не удается избежать жертв среди мирного населения. Использование школ и стадионов, а также других гражданских объектов свидетельствует о ненормальном поведении этих нелюдей. Их действия направлены на уничтожение мирных жителей и инфраструктуры. Между тем, власти Йемена рассматривают возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Повод не поддержка режима МАЭТОЛ шиитских радикалов, а нападение на йеменское посольство в Тегеране. Два дня назад толпа попыталась штурмовать депредставительство. Кроме того, бойцы народного сопротивления, лояльные президенту Йемена Хадди, сообщили, что взяли в плен в Адане иранских военных из корпуса Стражей Исламской Революции. Ранее в ходе одного из столкновений был убит боевик ливанской группировки Хизбалла. В самой Саудовской Аравии, которая активно включилась в борьбу против шиитских группировок в Йемене, мужьям разрешили есть своих жен. Это на случай, если в богатой стране Ближнего Востока будет голод. В своей фетве муфтий Абдулазейс Али-Шейх постановил, если мужчина будет смертельно голоден и не найдет дома еды, он может отрезать фрагмент тела своей жены и съесть его. При этом женщина не должна сопротивляться. Вообще этот муфтий уже успел отличиться. Он предлагал уничтожить храмы всех религий, отличных от ислама, а также разрешить девочкам младше 15 лет вступать в брак. Рейтинг самых влиятельных людей по версии журнала «Тайм» возглавил президент России. Правда, Владимир Путин, скорее всего, разделит свое первое место с южнокорейской певицей Сиэл. Следом еще одна поп-дива Леди Гага. Окончательные итоги голосования будут объявлены 13 апреля. Если позиция первое место на двоих может измениться, все равно однозначно то, что Путин существенно опередил президента США Барака Обаму. Папа Римский замыкает первую десятку. Ну а канцлер Германии заняла 25 место. И вот что примечательно. Ангелу Меркеля вошел президент Сирии Башараса. Вы смотрите сейчас в мире на РТВ. 13 сторонников братьев-мусульман приговорены к смертной казни в Египте. В том числе духовный наставник организации Мухаммед Бади. Кроме того, еще 37 активистов, запрещенные в стране пирамиды исламистской партии, получили пожизненное заключение. Ридеры братьев-мусульман обвиняются в подстрекательстве к насилию и убийствах в ходе массовых столкновений исламистов со своими политическими оппонентами в Каире в июле прошлого года. Ким Кардашхен в Ереване возложила цветы к мемориалу погибшим в 1915 году в Османской империи армянам. Посетившую Цесарна Коберт, звезду американского реалити-шоу, встречали поклонники. Ким впервые в жизни приехала на историческую родину в Армении. Вместе с ней находятся сестра Хлоя, муж рэпер Кенни Уэст и дочь Норд Уэст. Кардашхен принял премьер-министр южнокавказской страны. Ким пообещала выучить армянский язык и продолжить борьбу за международное признание геноцида армян в Османской империи. Благодатный огонь сошел сегодня, в Великую Субботу. В храме Гроба Господня в Иерусалиме тысячи паломников в очередной раз стали свидетелями пасхального чуда. Так что Армагеддона в 2015 году мы, похоже, избежали. Во всяком случае, так гласит поверье. В храме Гроба Господня в Иерусалиме, переполненном паломниками, мертвая тишина. Жизнь в старом городе будто замерла. Весь православный мир ждет схождения благодатного огня. Этой традиции уже более полутора тысяч лет. В Великую Субботу, накануне православной Пасхи, сотни верующих со всего мира съезжаются в сердце Святой Земли. Огонь должен сойти на каменную плиту могилы Христа. Это самое святое время года. Я очень счастлив быть здесь и лицезреть это чудо. Есть пророчество. Если чудо не произойдет, если засохнет мамврийский дуб в Хевроне, а икона Иверской Божией Матери исчезнет с Афона, настанет конец света. Но паломники надеются, этого не произойдет. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Нас переполняют позитивные эмоции. Ничто не может сравниться с теми чувствами, которые одолевают людей, присутствующих здесь в этот день. Сегодня мы вместе с Иисусом Христом переживаем его боль и страдания. Весь христианский мир станет сегодня свидетелем чуда. Апокалипсис отменяется как минимум на год. Символ веры и воскрешения Христа, благодатный огонь, сошел на землю в канун православной Пасхи. Огонь нисходит в часовню над гробом Господнем Кувуклию, откуда его начинают передавать друг другу по цепочке. И потом начинается путешествие по миру. Священный огонь отправляется вместе с паломниками в их страны. Кстати, в первые минуты после появления огня его пламя не обжигает. Эти чувства невозможно выразить словами. То, что вы ощущаете, когда вы видите священный огонь, неописуемо. Такое можно почувствовать только если вы находитесь в самом храме гроба Господня. Первое упоминание о чуде, произошедшем накануне воскресения Христова, относится к IV веку. По традиции в храме гасят все лампады и свечи, чтобы исключить человеческое вмешательство. В Кувуклию ставят незажженную лампаду с маслом, и израильские полицейские опечатывают двери, чтобы никто не мог пронести туда спички и зажигалки. Около полудня по израильскому времени в храм входят представители Иерусалимской патриархии во главе с предстоятелем Феофилом III. После того, как все убедятся, что у священнослужителя нет никаких источников огня, его закрывают в Кувуклии с незажженными свечами. Примерно через пару часов после начала молитвы стены древнего храма озаряются светом благодатного огня. Колокольный перезвон заглушается пасхальным приветствием. Христос воскресе! Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok